Сэмюэл Тэйлор Колеридж Поэма о старом моряке Старый моряк, он одного из трёх сдержал рукой. Что хочешь ты, с огнём в глазах, с седою бородой? Открыты двери жениха, и родственник мне он. Уж есть народ, уж пир идёт, весёлый слышен звон. Но одержит всё его старик. Постой, корабль там был. Пусти, седобородый лжец. Старик его пустил. Вперил в него горящий взор. Гость дальше ни на шаг. Ему внимает, как дитя. Им овладел моряк. Присел на камень брачный гость и головой паник. И начал с пламенем в глазах рассказывать старик. Корабль плывёт. Тут гость себя ударил в грудь. Он услыхал фагот. Уже вошла невеста в зал, и роза намелей, и головы весёлый хор склоняет перед ней. И гость себя ударил в грудь. Ну, а дальше ни на шаг. И так же с пламенем в глазах рассказывал моряк. Ну, вот, настиг нас шторм. Он был властителен и зол. Он ветры встречные крутил и к югу нас повёл. Без мачты, под водою нос, Как бы спасаясь от угроз, За ним спешащего врага подпрыгивая, Вдруг корабль летел, А гром гремел, И плыли мы на юг. И встретил нас туман и снег, И злые холода. Как изумруд на нас плывут Кругом громады льда. Меж снежных трещин иногда Угрюмый свет блеснёт. Ни человека, ни зверей Повсюду только лёд. Отсюда лёд, оттуда лёд, Вверху и в глубине Трещит, ломается, гремит, Как звуки в тяжком сне. И напоследок Альбатрос к нам прилетел Из тьмы. Как если б был он человек, С ним обходились мы. Он пищу брал у нас из рук, Кружил над головой, И с громом треснул лёд, И вот нас вывел рулевой. И добрый южный ветер Нас мчал, Был с нами Альбатрос. Он поиграть, поесть Слетал на корабельный нос. Сырой туман на мачте Он спал девять вечеров, И белый месяц нам сиял Из белых облаков. Господь с тобой, моряк седой, Дрожишь ты, как в мороз, Как смотришь ты. Моей стрелой Убит был Альбатрос. Вот солнце справа из волны Восходит в вышину, Во мгле и с левой стороны Уходит в глубину, И добрый южный ветер Нас мчит, Но умер Альбатрос. Он не летит играть Или есть на корабельный нос. А дело адское совершил, То было дело зла. Я слышал, Птицу ты убил, Что ветер принесла. Несчастный, Птицу ты убил, Что ветер принесла. Когда же солнечным лучом Зажегся океан, Я слышал, Птицу ты убил, Пославшую туман. Ты прав был, Птицу умертвив, Пославшую туман. Белеет пена, Дует ветер, За нами рябь встает. Вошли мы первыми в простор Тех молчаливых вод. Стих ветер, И парус наш повис, И горе к нам идет, Лишь голос наш Звучит в тиши Тех молчаливых вод. В горячих медных небесах Полдневную порой Над мачтой солнце Точно кровь, С луну величиной. За днями дни, За днями дни Мы ждем, Корабль наш спит, Как в нарисованной воде Рисованный стоит. Вода, 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 Одна вода, Но чан лежит Вверх дном. Вода, Вода, Одна вода, Мы ничего не пьем. Как пахнет гнилью, О, Христос! Как пахнет от волны, И твари слизкие ползут Из вязкой глубины. В ночи сплетают хоровод Блудящие огни, Как свечи ведьмы зелены, Красны, Белы они. И многим снился страшный дух, Для нас страшнее чумы. Он уплыл за нами под водой Из стран снегов и тьмы. В гортани каждого из нас Засох язык. И вот, Молчали мы, Как будто все Набили сажей рот. Со злобой, Глядя на меня, И старый млад бродил. И мне на шею Альбатрос повешен ими. Так скучно дни идут, У всех стеклянный блеск в глазах. Как скучно нам, Как скучно нам, Как страшен блеск в глазах. Смотрю вперед, И что-то вдруг мелькнуло в небесах. Сперва как легкое пятно, И как туман потом Плывет, плывет, И, наконец, Явилось кораблем. Пятно, Туман, Корабль вдали, И все плывет, Плывет, Как бы по воле духа вод, То прыгнет, То нырнет. Засохшим черным языком Кричать мы не могли. Тогда я руку прокусил, Напился крови И Завыл. Корабль, Корабль вдали. С засохшим черным языком В движениях не тверды Они пытались хохотать И снова начали дышать, Как бы хлебнув воды. Смотри, Кричал я, Как он тих, Не даст он счастья нам, Но без течения, Без ветров летит он по водам. На западе волна в огне, Уходит день, Как дым, И был Над самую волной Шар солнца Недвижим, Когда чудесный призрак Вдруг Меж нами встал И ним. Сквозь снасти солнце Видно нам, Услышь, Мария, Нас, Как за решетку И у тюрьмы горящий Круглый глаз. Увы, Я думал и дрожал, Он продолжает плыть, И неужели паруса На солнце Эта нить? Пылает солнце, Как в тюрьме, Уже ли Меж дурей И женщина Смеется нам? Не смерть ли? И вторая там, Не смерть ли Та, Что с ней? Рот красен, Желто-золотой Ужасный взор Горит, Пугает кожу Белизной, То жизнь По смерти Дух ночной, Что сердце Леденит. Вот близко, Близко подошли И занялись Игрой, И трижды Свистнув, Крикнул дух, Я выиграл, Он мой. Уж солнца нет, Уж звезд черед, Недолго вечер был, И с шумом Призрачный корабль Опять в моря Уплыл. Мы слушали, Смотрели вновь, И как из кубка Нашу кровь Точил из сердца Страх. Мутнели звезды, Мрак густел, Был рулевой Под лампой бел, Роса на парусах, А на востоке Встал тогда Рогатый месяц, И звезда Запуталась в рогах, И каждый месяцем гоним, Безмолвие храня, Глазами, Полными тоски Преследует Меня. И двести Живых людей, А я Не слышал слов, С тяжелым стуком Полегли, Как груда Мертвецов. Помчались души Их спеша Покинуть Их тела, И пела Каждая душа, Как та Моя Стрела Всегда Гляжу на палубу Под ногой, Под ногой. И пред ним Я умереть Я умереть Струя Убийственно Убийственно Красна. Где тени Не бросал корабль Я видел Змей морских, Они неслись Лучам во след, Вставали на дыбы, И свет Был в клочьях Снеговых. Где тени Не бросал корабль, Наряд Их видел я. Зеленый, Красный, Голубой, Они скользили Над водой, Там Искрилась Струя. Они Живыми были, Как Их прелесть Описать. Весна любви Вошла в меня, Я стал Благословлять. Святой мой Пожалел меня, Я стал Благословлять. Я в этот миг Молиться мог, И с шеи, Наконец, Сорвавшись, Канул Альбатрос В пучину, Как Свинец. О, Милый сон, По всей земле, И всем Отраден он. Мори Вечная Хвала, А на душе Моей Дала Небесный, Милый сон. На деле Чан Один пустой Случайно Уцелел. Мне снилось Полон он Он веял вдалеке, но все ж надулись паруса, висевшие в тоске, и разорвались небеса, и тысяча огней то вспыхнет там, то здесь мелькнет, то там, то здесь, назад, вперед, и звезды пляшут с ней. Идущий ветер так могуч, сломать бы мачту мог, струится дождь из черных туч, и месяц в них, в них залег, залег он в трещине меж туч, что были и так черны, как воды падают со скал, так пламень молнией упал с отвесной крутизны. Ветров не чувствует корабль, но все же мчится он, при свете молнии и луны мне слышен мертвых стон. Они стенают и дрожат, они встают без слов, и видеть странно, как во сне встающих мертвецов. Стал рулевой, корабль плывет, хоть так же нет волны, и моряки идут туда, где быть они должны, берясь безжизненно за труд. Племянник мертвый мой со мной нога к ноге стоял. Тянули мы один канат, но только он молчал. Ты страшен мне, седой моряк? Не бойся, гость, постой! Не грешных душ то рать была, в свои вернувшихся тела, а душ блаженный строй. Когда достал рассвет, они вкруг мачт сошлись толпой, и, поднимая руки увысь, запели гимн святой. Летели звуки вновь и вновь, коснутся высоты, и тихо падали назад. То порознь, то слиты, то пенье жаворонка я там различал едва, то пенье птички небольшой между небесами и водой струили синева. Уединенной флейты плачь, оркестра голоса, хор ангелов, перед каким немеют небеса. Все смолкло, только в парусах до полдня слышен зов, как бы в июньскую жару журчанье ручейков, что нежным голосом поют в тиши ночных лесов. И так до полдня плыли мы средь полной тишины. Спокойно двигался корабль влеком из глубины. На девять сажен в глубине из стран снегов и тьмы плыл дух. И наш взносил корабль на водные холмы. Но в полдень зов средь парусов затих, и встали мы. Над мачтой солнце поднялось, идти нам не дает. Но через миг опять корабль вдруг подскочил из вод. Почти во всю свою длину он подскочил из вод. Как конь, стоющий на дыбы, он сразу подскочил. В виски ударила мне кровь, и я упал без сил. Как долго я лежал без чувств, я сам узнать бы рад. Когда ж вернулась жизнь ко мне, я услыхал, что в вышине два голоса звучат. «Кто это?» — говорил один. «Не это ли матрос, чьей злой стрелою был убит незлобный альбатрос? Самодержавный властелин страны снегов и мглы любил ту птицу и отмстил хозяину стрелы». Ответный голос схожим был с медвяною росой. Он к покаянию принужден. Навек остань свой. «Но расскажи мне», — слышно вновь. «Ответь подробнее мне, затем так движется корабль. Что скрыто в глубине? Как пред своим владыкой раб и океан смирен. Его горящий круглый глаз на месяц устремлен. И если знает он свой путь, то это месяц правит им. Смотри, мой брат, как нежен взгляд, взгляд месяца над ним. «Но как в безветрии корабль идет, вас заворожен». Раздался воздух впереди. «Сомкнулся сзади он». «Летим, мой брат, скорее летим. Мы запоздали так. Пока корабль идет вперед, пробудется моряк». Проснулся я, и мы плывем в безветренных водах. Кругом столпились мертвецы и месяц в облаках. Стоят на палубе они, и уставя на меня глаза стеклянные, где луч небесного огня. С проклятием умерли они, проклятие в их глазах. Я глаз не в силах отвести, не изойти в слезах. И чары кончились. Опять взглянул я в зелень вод. И хоть не видел ничего, но все глядел вперед. Как путник, что идет в глуши с тревогой и тоской. И закружился, но назад на путь не взглянет свой. И чувствует, что позади ужасный дух ночной. Но скоро ветер на меня чуть ощутим подул. Его неслышный тихий шаг воды не колыхнул. Он освежил мое лицо, как ветер весны маня. И, проникая ужас мой, он утешал меня. Так быстро, быстро шел корабль. Легко идти ему. И нежно, нежно веял ветер. Мне веял одному. О, дивный сон! Уже ли я, родимый, вижу дом? И этот холм, и храм на нем, и я в краю родном. К заливу нашему корабль свой направляет путь. О, дай проснуться мне, Господь! И ль дай навек заснуть! В родном заливе воды спят. Они как лед равны. В них видны лучи луны и тени от луны. Немым сиянием луны озарены вокруг. Скала и церковь на скале, и флюгерный петух. И призраки встают толпой средь белых вод красны. Те, кто казались мне сейчас тенями от луны. В одеждах красных точно крови не подходят к нам. И я на палубу взглянул. Господь, что было там? Лежал, как прежде, каждый труп. Ужасен, недвижим. Но был над каждым в головах крылатый Серафим. Хор ангелов манил рукой и посылал привет. Как бы сигнальные огни, одеянные в свет. Хор ангелов манил рукой. Не звука в тишине. Но и безмолвие поет, как музыка во мне. Вдруг я услышал весел плеск и кормщика свисток. Невольно обернулся я и увидал челнок. Там кормщик и дитя его. Они плывут за мной. Господь, предрадостью такой ничто и мертвых строй. Отшельником не слышен зов. Ведь в лодке третьим он. Поет он громко славный гимн, что им в лесу сложен. Я знаю, может смыть с души кровь альбатроса он. Отшельник тот в лесу живет. У голубой волны. Поет в безмолвии лесном. Болтать он любит с моряком. И с дальней стороны. И по утрам, по вечерам он молит в тишине. Мягка его подушка. Мох на обветшалом пне. Челнок был близко. Слышу я. Здесь колдовства ли нет? Куда девался яркий тот, нас призывавший свет? И не ответил нам никто. Сказал отшельник. Да, корабль сох, а паруса. Взгляни, как ткань худа. Сравнения не найти. Одна с ней схожа иногда хапка листьев, Что мои ручьи лесные мачт. Когда под снегом спит трава, И с волком говорит сова, С тем, что пожрал волчат. «То были взоры сатаны!» Так кормщик восклицал. «Не страшно! Ничего, плывем!» Отшельник отвечал. Челнок уже у корабля. Я в забытье о немом. Челнок причалил к кораблю. И вдруг раздался гром. Из-под воды раздался он. И ширится, растет. Он всколыхнул залив. И вот корабль ко дну идет. От грома океан застыл. И небеса в тоске. И как утопленник я всплыл Из глубины легке. Но я глаза свои открыл В надежном челноке. В воронке, где погиб корабль, Челнок крутил волчком. Все стихло. Только холм гудел. В нем отдавался гром. Открыл я рот. И кормщик вдруг, Закрыв лицо, упал. Святой отшельник бледен был. И Бога призывал. Схватил я весла. И дитя помешано почти смеется. Не отводит глаз от моего пути. Ха-ха-ха! Бормочет. Как я рад, Что может черт грести. И я в стране моей родной На твердой я земле. Отшельник вышел и спешит. Скрывается во мгле. Постой! Я каяться хочу! Отшельник хмурит взор И вопрошает. Кто же ты? Что делал до сих пор? И пал с меня тяжелый груз С мучительной тоской. Что вынудило мой рассказ? И я пошел иной. С тех пор гнетет меня тоска В неведомый мне час. Пока я вновь не расскажу Мой сумрачный рассказ. Как ночь брожу из края в край. Метято снег, то пыль. И по лицу я узнаю, Кто может выслушать Мою мучительную быль. О, как за дверью громок шум. Собрались гости там. Поет невеста на лугу С подружками гостям. И слышится вечерний звон, Зовя меня во храм. О, брачный гость! Я был в морях Пустынных одинок. Так одинок, как может быть, Бывает только Бог. Но я тебя не попрошу. Напир меня, возьми. Идти мне слаще в Божий храм С хорошими людьми. Ходить все вместе в Божий храм И слушать там напев, Которым с Богом говорят Средь стариков, Мужчин, ребят, И юношей, И дев. Прощай, прощай. Но, брачный гость, Словам моим поверь, Тот молится, кто любит всех, Будь птица то, Или зверь, Словам моим поверь. Тот молится, кто любит все, Создание и тварь, За тем, что любящий их Бог Над этой тварью царь. Моряк с глазами из огня, С седою бородой Ушел, И следом брачный гость Побрел к себе домой. Побрел, Как зверь, что оглушен, Спешит в свою нору, Но углубленней и мудрей. Проснулся поутру. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...